МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всех приветствую! В этом видео хочу рассказать, что необходимо сразу же приобрести. Если у вас появился щенок, на это стоит обратить свое внимание, так как множество-множество есть вещей, которые вы не знали, и вам понадобится в ежедневном использовании с вашим щенком. Самый первый пункт это у нас миски. Необходимо взять их две. Одну побольше, другую меньше. Первая будет у нас для воды, а вторая для еды. Старайтесь выбирать с прорезиновым дном, чтобы миска хорошо держалась на поверхности, на которую вы будете ставить. Выбирается одна побольше. Видим, сразу они есть разных размеров, так что под вашего питомца необходимо сразу же их выбрать. Есть миски, вот видите, различные, с вот такого вот мармура. Но они будут плохи в использовании, так как собака может их побить, или они могут при ударе где-то побиться. Необходимо лучше сразу брать металлическую. Также они есть на вот таких вот подставочках сейчас удобных. Если у вас собака с длинными ушами, к примеру, то подставочка будет намного лучше, так как на уровне собака не будет полу опускать более голову. Это классное решение. Ну и сразу же, когда приобрели миску, берите коврики. Коврики есть разные, видите, в разном диапазоне цен, картинок. С котиками, с собачками. Для чего нужен такой коврик? Когда вы будете ставить миски, собака обязательно будет, когда кушает или пьет воду, будет разливаться вода вокруг. Если у вас деревянные полы, а это все будет разбухать. Если же вы просто-напросто купите такой коврик, у вас не будет проблем. Коврик быстро берется, сразу же вымывается на месте. И легкий в использовании. Так что обращайте внимание на этот пункт обязательно. Есть следующий пункт после мисочки и коврика. Это идет корм сухой. Если же вы собаку приучаете сразу же к корму, определитесь с тем кормом, который вы будете ей давать постоянно. Если же у вас натуральная пища, кормите натуральной. Здесь все зависит только от вас. Многие люди, чтобы не заморачиваться, сразу же покупают корм. Он есть различного качества. Различные фирмы вы могли наблюдать, что очень-очень ассортимент большой. Можно купить подешевле вот такие прям упаковки по 10-20 кг. Чапи различные, Адванс, Брикерс, видите, фирмы. Все зависит от вашего кошелька. И от того, хотите ли вы сразу кормом начать собаку кормить, или же просто-напросто будете кормить его натуральными продуктами, творожком, мяском и так дальше. Это все очень важно, друзья. После у нас самый главный, наверное, будет пункт. Это лежачок для вашего питомца. Так как собаку необходимо сразу с маленького возраста приучать к месту, где она будет постоянно жить, где она будет спать и проводить больше времени в этом месте. Так как на диване и на других площадках это не очень актуально. Лежачок можно выбрать. Видите, очень они разные. Есть с подушечками, есть без подушек и разных размеров. Советую вам взять сперва недорогой лежачок, так как собака, когда будет маленькая, она будет рвать, кусать, это все дело. И ходить сюда в туалет, пока не приучится ходить самостоятельно в туалет. Дальше, когда собака будет расти, вы уже можете купить более дорогой лежачок, там с подушечками, с покрывальцами и так дальше. Есть они, видите, огромнейший выбор. Вот такие вот с подушками. И видим с дном мягким. Я же советовал, наверное, брать такие лежачки, которые расстегиваются, которых можно постирать. И снимаются вот подушки вот эти и само покрытие. Видите, выбор очень большой. Все зависит также от вас. Размер подбирается лежака индивидуально под каждую собаку. Зная размер собаки, вы можете в дальнейшем купить, к примеру, дорогой уже лежак. Видите, большущие есть, здесь маленькие. И на различные субы. Вот, к примеру, малюсенький. Здесь, к примеру, побольше. То есть выбор просто-напросто огромнейший для вашего животного. Ну и, конечно же, понадобится вам вот такая вот переноска. Переноска нужна для того, чтобы вы могли своего животного с легкостью перенести с одного пункта к другому. К примеру, если собачонка будет маленькая, вам понадобится ходить к ветеринару. Для этого, чтобы собака не пугалась, так как она будет все рассматривать, берется вот такой вот небольшой сумка-переноска. Они есть тоже разные. Смотрите тоже по своему животному, какой он ростом. В принципе, сумка понадобится только в раннем возрасте, а уже в дальнейшем вы просто-напросто будете собаку переносить или в автомобиле перевозить, или же просто гуляя по городу сможете донести. Они есть разные тоже. Смотрите, какой материал подбирать, чтобы здесь можно было ее с легкостью постирать, чтобы материал был крепкий. Обратите также свое внимание на вот этот замок, так как замочки, они очень такие легкие и часто ломаются. Когда собака здесь находится, вы застегиваете, собака дергивается, и вот эти вот собачки ломаются. Так что обращайте свое внимание тоже на вот эти вот все защелочки. Это тоже немаловажный пунктик. Они есть черные, серые, красные, белые и других цветов. Ну и давайте разберем, наверное, самый важный пункт из всех этих. Это туалет для собак. Значит, туалеты есть тоже различных типов. Есть маленькие, большие и разных цветов. То есть тут вы можете выбрать абсолютно то же, что вам нравится. Учитывайте тоже собак и габариты, чтобы не получилось такое, что вы купите вот такой вот туалетик небольшой, да, а через месяц он будет просто-напросто уже маленький, и собаке придется покупать другой. Это все дело тоже учитывается. Также есть вот такие вот килымки, которые ставятся возле туалета. Если же собачонка еще очень маленькая, она не понимает, вы можете купить вот такие пеленки. Эти пеленки расселаются по всей квартире просто-напросто, и собака будет ходить. Смотрите на размеры, обращайте внимание на размеры, так как если будет маленькая пеленка, собака зачастую ходит не по центру пеленки, а с краю. Таким образом пеленки можете раскинуть по всему дому. Также обращайте внимание, чтобы они хорошо впитывались. Многие берут обычные одеяльца, покрывальца, но запах никуда не уходит, и дом очень сильно воняет. Они есть разные, видите, то есть различных размеров, есть маленькие, есть большие, есть огромные. Вообще просто-напросто выбор высочайший. Ну и не так давно появились вот такой вот запахи различные для отпугивания животных, чтобы они, к примеру, не ходили в тех местах, в туалет, вот к примеру, где вы бы не хотели. Они есть тоже разные в спрее, есть просто потереть. То есть какой смысл этих спреев? Вы брызгаете, к примеру, на какой-то предмет, и собака больше туда не подходит. Многие собаки лазят по диванам, начинают грызть диваны. Так вот, вот это средство будет очень-очень классное. Это не реклама никакая, это просто показываю на различных. Вот, стоп-зона. Побрызгали, очень классное средство даже. Также можем видеть, вот такие есть спреи для приучивания к туалету. Если же собака долгое время не ходит, к примеру, к горшку, к тому, вы можете взять просто-напросто спрей и побрызгать на нужный участок. Здесь всякие добавочки. Собака будет знать, что нужно будет туда ходить. И этот спрей стоит недорого. Но он очень, я думаю, вам поможет к тому, чтобы приучить собаку к туалету. Ну и различные витамины. Куда же без витаминок? Проконсультировався обязательно с ветврачом, вы можете уже дополнительно покупать различные витаминки, добавочки, для того, чтобы у вашего питомца была хорошая шерсть, для того, чтобы он правильно развивался, чтобы не было никаких болезней. Если вы, к примеру, кормите сухим кормом, там нет витаминов. Те, чтобы собака получила, к примеру, настоящей пищи. Вот таким образом покупаются различные витаминки. Они есть разного качества, есть различные фирмы. Это все зависит только тоже от вас. Ну и, конечно же, шампуни. Обратите внимание на хороший шампунь. Видите, они тоже есть различного качества. Собаку раз в неделю или раз в две недели необходимо будет мыть. Так как будут после гуляния блоки у собаки, это 100% различная грязь, никто от этого не застрахован. Обязательно нужен будет шампунь. Шампунь есть тоже различных фирм. Ну и, конечно, полотенца. Полотенца тоже отдельно продаются. Вот мы видим, здесь полотенечко продаются. Ну, можно взять самостоятельно какое-то там свое старое полотенце и вытирать собаку. Они тоже есть различных фирм, качеств. Ну, я думаю, можно взять и недорогой на первое время, а потом уже дальше смотреть. Есть вот такие, вот видите, вообще маленькие. По 30 гривен всего на все. На два купания, на одно купание. Выбор большущий. Ну и для того, чтобы ваша собака развивалась и при этом не травмировалась, играя, стоит подобрать правильную игрушку. Игрушки есть разные. То есть, лучше всего подобрать игрушку такую с резины, а не самостоятельно. Там палки вначале кидать, когда у собаки будут зубы там выпадать и меняться. Они есть разные, видите, тоже в фирме различных зверьков. Есть вот такие ежики, бурундучки, мышки, шарики. При этом собака, когда будет кусать, она не будет травмировать ничего. гамбургеры, видите, сосиски разные. Поросенки, косточки. И с пищалками. Вот такой вот писк будет собаке намного давать позитивных эмоций больше. Утки. Ну и уже по желанию вы можете сами смотреть, что еще покупать. Видите, разные есть там одежки уже даже появились для собак. То есть, вы можете самостоятельно даже одеть собачку. Различные вот такие вот одежонки. Даже где-то видел, здесь есть такие вот на лапке одевать. Игрушек на самом деле очень много. В дальнейшем вы сможете вот такие круги покупать, чтобы там бросать и играться своей собакой, своим верным другом. Мячики, видите, тоже. Если у вас собака там вообще маленькой какой-то породы, вы можете напросто взять вот такой вот маленький мячик и играться с ней. Если собака уже чуть больше, можно брать больше мяч размерами и дойти до вот такого. То есть, они не вредят собаке очень хорошо в руке держатся. Ну, и если кто любит тренировать там собаку, к примеру, можно взять вот такой мячик на поводке. Собака будет прыгать, и вы сможете забирать у него мяч, катать ее в подвешенном состоянии. Есть косточки вот такие вот с хорошей такой резиной, прорезиновые. Немногое другое. Выбор на самом деле просто огромнейший здесь. Обязательно стоит выбрать ошейник и поводок, чтобы вы могли проводить время с собакой на улице. Это сразу нужно сделать, чтобы с маленького возраста собака привычивалась к тому, что ей нужно гулять и одевать обязательно поводочек. Так как, согласитесь, вы будете идти на улицу, щенок маленький, он может где-то потеряться под машину, убежать, вы за ним будете бегать. Можно взять на таком стретче, то есть, когда ходите, вы сможете просто-напросто сейчас я их не вижу, эти поводочки такие ну, на такой ручке. Ага, вот рулетка с поводком. То есть, видите, на различных собак есть они разные. Можно взять маленькую рулеточку, вот такую вот, видите, оттягивая. Собака будет себя чувствовать хорошо, бегать, а потом уже побольше взять. Тут также рассчитано на вес собаки, метраж есть, тут, видите, 15 килограмм, 5 метров. Цвет салатовый. Есть вот на 12 килограмм 3 метра. Вы уже сами выбираете на 25 килограмм 5 метров, на 10, вон, 10 метров. Они различного качества и не будут травмировать собак. Это я советую такое вот взять. Тоже, видите, одежка есть. Если же такое вы не хотите взять, можно взять обычный ошейничек. Ошейник подбирается тоже индивидуально под каждую собаку. Они есть разные, видите, длинные, меньшие. Вот такие вот поводочки уже подготовлены с ошейничком. Выбор здесь очень и очень большой. Есть они вот такие прорезиновые с таким качеством, очень приятным, кстати. Есть грубоватые, если у вас немецкая овчарка, то, конечно, соответственно, вы такой поводок если купите, она сразу его снимет или порвет. Соответственно, необходимо брать вот такой вот, как уже с ремня. он мощный и с ним ничего не случится. Есть поменьше и различный материал. Цвет тоже вы подбираете индивидуально, какой вам хочется. Выбор есть. Ну и если собака уже большая, уже стоит подумать о намордниках. Но это уже в дальнейшем. Кстати, заметил вот такие тренировочные снаряды для собак. Может, вы замечали, когда собаку хотят надрессировать, хорошо. Просто она цепляется зубами мертвой хваткой, и вы можете в различные стороны ее тренировать. Они есть маленькие, большие, в общем, тоже различных диаметров. Очень-очень крепкие. Пишется, что здесь сила удержания 50 килограмм. Ну и хочу обратить ваше внимание на расчески. Дерки и грабли. Это очень нужно, так как, чтобы собака в дальнейшем пришла с гуляния, вы могли ее расчесать, чтобы у нее шерсть была красивой. Необходимо подобрать расчески. Они тоже есть. Больше, меньше. Есть вот такие маленькие. Здесь одеваются на руку полностью. Вот такие вот, видите, овальные. Есть вообще двойные. Видите, с этой стороны такая, а с другой зубчистая. Не думайте, что обычная расческа, там ваша старая, подойдет собаке. Есть вот такая двойная с маленькой расческой граблевидной. Здесь вот такой металльчик. Расчески видим тоже различные. также в дальнейшем можно для ногтей купить уже ножнички. Это уже в дальнейшем. Ну и различные лакомства для собак. Есть косточки, корма такие мини, орешки дополнительные тоже смотрю. Очень много всего. Есть вот такие расчески на руку одеваются, на защелочке. То есть мы берем, одеваем и вот так вот трем собаку. с другой стороны просто гладенькая расческа. Прикольно я, кстати, не видел такого даже. Есть даже вот такие дождавички для собаки. Обязательно обратите внимание на то, что ваша собака может потеряться где-то или кто-то случайно ее подобрал где-то. знаете, необходимо иметь вот такой медальончик. Медальончик очень простой. Значит, сюда берется, вытаскивается бумажечка и пишется номер телефона. Затем вставляется назад, обратно и одевается на шейник собачки. И когда ваш любимец случайно потерялся, кто-то его найдет, достанет ту бумажечку и сможет позвонить вам и возвратить вашего любимца. Также можно делать самостоятельно какие-то на коже, написать номер телефона, как зовут. Можно заказать, чтобы гравер выгравировал имя собаки. Ну и это очень большой такой нюанс. На него тоже стоит обратить ваше внимание. Надеюсь, мое видео станет вам полезным. Вы обязательно прислушайтесь к моим советам. Я буду очень вам благодарен, что вы досмотрели его до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди у нас много интересного. Пока.